коллеги добрый день компания кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре меня зовут ирина я ивент-менеджер компании кодерлан и хочу делать для вас маленькое водное слово перед началом нашего вебинара мы решили выйти немножечко за рамки традиционные формата проведения наших вебинаров и решили немножечко расширить и сегодня на нашем вебинаре есть основная ведущая виктория дементьева консультант аналитик 1с руководитель проектов член ассоциации дипломированных сертифицированных балтеров помогать ей будет антонова июля специалист консультант компании кодерлайн и сегодня наш гость на наших вебинаре наш заказчик представитель компании свара квест групп стимпаненко наталья финансовый директор и финансист международного класса теперь перейдем к вебинару и слово передавить виктория дементьева спасибо коллеги начнем смотрите какую тему мы хотим поднять на сегодняшнем вебинаре очень часто при внедрении проектов ерпи cpm систем да там систем перформанс менеджмент системы управления повышение эффективности бизнеса вот такие как уха вот в принципе очень часто к сожалению такие проекты разбиваются о коммуникацию коммуникацию между командой внедрения и заказчик для меня и команды вот для меня лично как руководителя проекта очень ценно понимать что коммуникация правильная что в принципе тот функционал который реализован герпи в управлении холдинга мы полноценно правильно доносим до наших коллег нашего заказчика и мы на самом деле решили прямо спросить да то есть там принципе наших заказчиков как же нам правильная функционал ухи и вот данные по предпроектному обследованию как нам это правильно организовать мы пригласили наталья степаненко как одного из в принципе достаточно квалифицированных специалистов финансовой службы да надо у наталья международная квалификация и системы и в принципе послужной такой опыт вот именно руководство профильным финансовым департаментом финансовой дирекции вот в принципе как нам правильно вести эти проекты именно в части коммуникации я буду в принципе сейчас постараюсь рассказать вот до чего мы с командой дошли да то есть в принципе какая сейчас практика у нас есть с управлением холдингом наталью и юлию попрошу комментировать уважаемую аудиторию попрошу задавать вопросы как вам будет удобно то есть можно по ходу общения можно в принципе потом по итогам нашего общения задать надеемся выработать какую-то стратегию да то есть таким вот брейнстормингом до нашим интересно будет послушать мнение специалистов как со стороны внедренцев так и со стороны бизнеса к чему наталья к чему мы пришли да на данный момент вот в принципе как у нас это все построено да мы идти компания занимаемся основной наш в принципе направленность деятельности это система ерпи вот внедрение систем ерпи и внедрение управления холдингом ну тебе наверное будет в принципе ближе да там управление холдингом поэтому вот сейчас расскажу в принципе как построен наш процесс когда идет запрос от холдинговой структуры да на внедрение ухи он первоначально не приходит к специалистам ну допустим департамента внедрения такие как я юлия да он приходит к нашу финансовую службу и вот на этом этапе очень в принципе хорошо было бы там сформулировать бизнес потребность то что собственно холдинг хочет то есть внедрять почему это важно потому что в принципе те консультанты которые будут привести в проект дальше да там ну и руководители проекта и программисты позже подсоединится команда они должны понимать какими подсистемами ухи в принципе ну вот уха может работать да там что что нужно все таки компании получить в принципе что позволяет уходила ухо позволяет но это консолидирование отчетность прежде всего там вот ухо может вести учет по международным стандартам профильные подсистемы это бюджетирование и принципе работали вот с армистом янг поэтому те корректировки какие которые реализованы в управлении худингом они достаточно живые что делали делали запасы вот резерв обесценения запасов делали в принципе элиминацию как одна из флагманских возможностей внутри групповая сверху смотрите коллеги в принципе когда запрос заходит именно в коммерческую службу да там мои коллеги продающие менеджеры они так глубоко продукт не знаю вот скажи наталья пожалуйста насколько можно да там на этапе предпроектного обследования уже эту потребность понимать да то есть как бы какие мы будем системы под системы запускать вот предприятие когда она собирается внедряться но же уже знает да там что будем запускать там казначейство там бюджетирование мсфу под систему как ты видишь этот процесс ну на первом этапе внедрения нам необходимо прежде всего понимать возможности системы erp на каком варианте останавливаться для этого нужны коммуникации соответственно специалистами вашими внедрения значит какие возникают вопросы во первых подготовка персонала и необходимость понимания какая у нас потребность совмещать потребности с нашими возможностями наверное по по направлениям казначейства бюджетирование закрытие периода отчетной смсфо трансформация нам нужно понимать тоже возможности каждого блока и проводить встречи с персоналом потому что персонал чаще всего не готов к автоматизации поняла смотри значит в принципе вот управление холдингом да это такой вот паучок который в принципе может собирать отчетность да то есть это преемник 1с консолидации продукта более ранней нашей линейки да а вот и на этом этапе да когда уже в принципе запросы от коммерческой службы переходят в департамент внедрения что мы пытаемся понять мы пытаемся понять как холдинговая структура живет да то есть как бы насколько в компании закрытые так скажем операционные процессы да то есть там по если мы у нас ну вот для холдинговых структур очень часто вот реалии жизни да это то что в принципе такой присутствует ну как это мягче сказать конфигурационный запад если мы имеем это лунную структуру да там допустим все на одной конфигурации либо там принципе все на одной базе да да данных это вообще в принципе для ключевых процессов cpm системы да там для нормализации нормализации НСИИ там допустим для отчетности консолидирования для бюджетирования это эталонная ситуация да то есть там мы подсоединяемся к одной системе мы в принципе там вот эти консолидационные потребности бюджетный процесс запускаем очень часто ситуация бывает другая да есть активы они разнородные да кто-то ведет в Excel кто-то в УПП кто-то на продуктах в принципе еще каких-то самописных вот в принципе это этап как раз тех аудита да то есть там опять же ситуация разная могут айтишники входить в структуру финансовой службы могут быть отдельно но вот на данном этапе хорошо понимать какой в принципе ну вот так скажем периметр программных продуктов предстоит нам для консолидации если активов много мы советуем выбрать какие-то компании в пивот да то есть там ну как правило вот берут скажем флагманскую какую-то конфигурацию там доработанную да линейки 1С и вот Excel и какой-то совсем сторонний программный продукт да то есть там вот определяют таким образом периметр да который можно сконсолидировать там принципе с которым можно взаимодействовать для нас важно вот в принципе чтобы если это будет в принципе консолидация с программным продуктом не линейки 1С да чтобы это были открытые данные вот тут наталь скажи мне пожалуйста как мне этот вопрос да там вот допустим запрос именно на тех аудит правильно транслировать заказчику да то есть как бы вот чтобы он меня понял да там допустим как это правильно сделать ну значит прежде всего нам еще нужно разобраться с периметром потому что у нас существуют разные степени владения активами в зависимости от того насколько мы контролируем актив мы будем и консолидировать нашу систему то есть тут надо еще понимать структуру нашего холдинга потому что это далеко не всегда однородно степень владения степень контроля донести до технического специалиста необходимо и внедрение на разных активах разных систем то есть я просто далеко не всегда одновременно будет будет внедряться все блоки опять таки зависит от разных потребностей активов потому что активы бывают производственные активы бывают это просто компании продажи которые занимаются реализации то есть поэтому далеко не всегда производственный блок понадобится всем то есть нам необходимо изучение прежде всего структуры и потребности каждого актива а не только главной компании ну смотри я больше вот сейчас немножко от потребностей ход офиса этому праве и хочу знаешь вот поговорить немного в сторону ну допустим у нас ситуация более менее такая стабильная да есть там репортинг пакет централизованный многие холдинги идут как то есть как бы есть там набор бюджета управляющей компании которые имплементируются на активы да и мы собираем с тобой в тех же аналитиках то есть там принципе бюджеты наши вот из управленческой наша учетно сделается на базе там отчетности по мсфу и мы более менее там закрываем международный учет теми корректировками которые есть в ухо да вот вот в принципе если идти вот такой-то структуры тут тоже надо понимать как ну наш холдинг да би гипотетически рос и развивался есть в принципе структуры до холдингового плана которые вот жестко переводят всех на свою конфигурацию и в принципе уходят от разнородных программных продуктов в принципе ситуация эталонная хорошо консолидируется есть ситуация другая когда действительно есть разнородные программные продукты недавно такой кейс был в принципе как закрыли решили на первое время идти по трансформационной модели что такое трансформационная модель в плоскость ухи это оборотно-сальдовые ведомости консолидация происходит наборкой отчеты чем такой подход хорош ну в принципе там для автоматизатора и для там допустим того специалиста который в принципе собственный репортинг делает он достаточно прост то есть мы с тобой консолидируем оборотно-сальдовые ведомости складываем какие-то показатели вычитаем в принципе так двигаемся чем такой процесс несет риски именно для ход офиса для управляющей компании нет как таковое аудиторского следа то есть нам с тобой могут дать оборотно-сальдовую ведомость на одну дату задним числом принципе поменять минус потому что это очень жизненная ситуация и она впоследствии ограничивает возможности ухи а скажи пожалуйста вот по бизнесу да то есть там бизнес направленности если вот действительно ну вот мы там я и команда работаем с гибридным периметром да что там и действительно но уха как работает она может доступиться до внешней информационной базы взять данные в принципе мы можем затянуть с тобой оборотно-сальдовую ведомость вот если наши активы плохо контролируемо да и принципе вот у нас такой вот процесс трансформации где это плохо по бизнесу вот практикующему финансистам ну это вообще плохо по бизнесу когда отсутствует высокая степень контроля скажем прямо вот то есть конечно интересная единая система холдингов которые реализуют специалисты головного офиса которые работают вот и активы работают все в единой системе вот прежде всего это влияние человек если не однородная система влияние человеческого фактора например работа в excel не всегда корректное ведение учета чаще всего всегда некорректное ведение учета если это excel некорректное вот данных в систему и прочие прелести человеческого фактора то есть в принципе этот процесс нужно выстраивать да то есть как бы растет система управленческих контролей да и в принципе если есть возможность да там от такой классической трансформации уходить ну вот я немножко эту тему разовью да то есть что что происходит у нас нам выгрузили оборотку для консолидации и наш актив поменял задним числом некую хозяйственную операцию да то есть там перезакрыли люди период что получается в ход офисе в ход офисе остался стоя оборотной сальдовой ведомостью которую дали для консолидации если у нас есть возможность да там доступиться до внешней информационной базы мы посредством мухи в принципе можем раскрутить такое изменение до системные транзакции то есть там принципе посмотреть что реально происходило базе увидеть и это одна из возможностей да в принципе системных контролей которые позволяют принципе вот эту вот нашу процедуру закрытия и закрывать и контролировать да то есть там принципе данные поменялись открыли хозяйственные операции в этом случае мы мы видим все ошибки мы контролируем и консолидацию мы контролируем и выполнение и планирование бюджета это скорее всего оптимальность это оптимальная ситуация просто понимаешь вот сколько я разговариваю с нашими партнерами да у всех ситуации разные все действительно идут поэтапно да кто-то говорит мы будем давать вам excel загружайте в ухе виды бюджетов это отчет это документ это документ прошу прощения можем загрузить его на дату и в системе хранить я чуть дальше покажу да то есть там принципе вот такой вот авторский след будет но реальная штука хорошая в плане контролей это когда в принципе ну вот мы подсоединяемся внешне информационной базе и видим те транзакции которые стали наборкой для консолидации то есть и соответственно их динамику то есть это периметры замкнутся конечно же наталь скажи пожалуйста то есть ну хорошо тогда в таком случае если она будет разно разнородная база мы пытаемся консолидировать да там допустим как вы говорите на первом этапе у меня вопрос по энце и например потому что это достаточно емкий процесс и если база не нормализированы то получается у нас скажем так каша мы не можем исключить дублирование справочников энце и момент синхронизации смотри вопрос очень хороший спасибо тебе значит что с энце и происходит опять же то есть как бы эталонная ситуация компания на уровне хэд офиса имеет эталонный классификатор нормативно справочной информации с этим работает там отдела энце и работает в принципе нормализаторы работают нет такая и редкая практика скажу тебе да там потому что есть каталоги производителей где ключевой справочник номенклатуры номенклатура не двоится то есть там имеет каталожный номер в принципе не задваивают номенклатуру принципе если разнородный справочник вот в принципе ситуация такая средняя по рынку да группа готовится к проекту нанимает нормализаторов да то есть там принципе имеют регламент нормализации справочники чистят ну понимаешь как нормализация тема такая сенситив да то есть там она глубина явные дубли номенклатуры отсеет обработка да там группового в принципе там поиска дублей и замены по номенклатуре дубли есть неявные вот тут в принципе влияние нашего с тобой топа да там директора по финансам это такой процесс организовать а потому что неявные дубли надо смотреть вот ну в принципе практику индустрии могут отсеять технические специалисты это либо закупающие закупщики они очень хорошо это знают это каталожные номера да либо если конструктора вот инженерный корпус вот это тоже отсеивается хорошо потому что понимаешь там вот в этой номинку если номенклатура закупок в разнотипных товаров если это номенклатура понимаешь как вот принципе хорошая практика когда с внедрением консолидации запускаются какие-то вот вертикально ориентированные там проекты да там централизация закупок централизация продаж это хорошо управляется дальше да то есть там в принципе если есть возможность провести бизнеса инициативу по централизации таких процедур будет отлично да то есть там потому что в принципе понимаешь как работают нормализаторы нормализаторы работают в два этапа первое отсекаются явные дубли да второе это уже проработка профильных служб ну вот каких мы проговорили либо закупающих либо конструкторских вот я как правило прошу там в принципе всех директоров которые курируют такой проект и такой процесс организовать потому что понимаешь если где критично будет если справочники не почистить это элиминирование внутри групповых оборотов запасов да то есть там в принципе в 10 разных базах номенклатура называется по разному начинают внедрять системы гибкой нормализации что такое гибкая нормализация это одна номенклатурная карточка эталонный элемент начинают раздавать ссылки на возможные дубли и укрупнять это на материнском ну вот если есть возможность такое не делать понимаешь потому что это дополнительная в принципе нагрузка на элемент на элиминацию то лучше вот справочники хорошо почистить какая практика хорошая но на самом деле понимаешь собраться все вместе вот внутри компании понимаешь что это у нас один из первых этапов интеграции это один совершенно верно то есть как бы и понимаешь и проговорить периметр то есть как бы какие справочники для нас ключевые потому что ухо имеет в принципе и план счетовым сфу но там все завязано на аналитиках если вот у нас нет базиса то дальше в принципе будет сложно что идет в профильную нормализацию ну номенклатура номенклатура прежде всего да номенклатура но по двум аспектам первое это в принципе не нормализуем потом внутри групповые обороты нормальные не вычтем да и и и закупчики что-то купят то что уже есть на складе да то есть там вот вот это по двум так скажем спектром то есть как бы почему нужно нормализовать номенклатура второй справочник это контрагенты да ну вот немножко расскажи пожалуйста коллегам почему важно нормализовывать контрагенты да то есть как бы для процесса консолидации ну нормализация контрагентов опять же точно так же как и со всем остальным предполагает работу по единым счетам по единым компаниям проверка до того что контроль головной компании списка контрагентов с кем мы работаем выявление дебиторки кредиторки актуальной просроченной все что мы ведь должны видеть по каждому контрагенту если не будет нормализации по контрагентам естественно мы не можем вывести ни дебиторку ни кредиторку ненормальное контролировать мы даже проверить нормально не можем если не будет единая система ну вот в принципе про контрагентов да очень многие репортинг модели да там компании наших клиентов они на самом деле вот просят фиксировать принадлежность группе да вот внутри групповых контрагентов внутри одной там материнского холдинга их надо как правило идентифицировать если эти базы разные да там то в принципе отчетность по ним наладить внутри и локальные корпоративные базы поэтому в принципе тут процесс нормализации внутри групповые это понятно это нам для иллюминации нужно тут еще вопрос о внешних контрагентах внешних тоже да потому что внутри группы очень часто бывает что с одними и теми же контрагентами работают разные компании группы и если их не привести к одному знаменателю у нас не будет единый капитальный контрагент ну вот в принципе знаешь вот если наш топ да там нашем гипотетическом холдинге вот организует то внутри компании такой вот брейнсторминг да и на выходе будет внятный регламент это будет очень хорошо да то есть как бы мы понимаем справочники ключевые да там контрагенты это орг структура кроме вот номенклатуры контрагентов это еще и орг структура то есть наши склады наши мвз в принципе наши статьи доходов и затрат ключевые для пиенеля да то есть в принципе на что опираться да было бы очень хорошо ну и анализ запасов по группе анализ запасов по группе да ну вот в принципе если есть эта возможность перед проектом запуска CPM систем такой регламент нормализации сделать да было бы в принципе большая помощь и поддержка в проекте кроме трансформационной модели есть вот такая вот еще транзакционная модель да то есть там документ в документ вот Наталья тоже хотела спросить твое мнение смотри есть постановка учета бюджетирования международной отчетности на отдельном плане счетов да это транзакционная модель в принципе там чистая транзакционная модель ухай ее в принципе полностью поддерживает вот основные корректировки там международного учета такие как переоценка резервы обесценение запасов там в принципе ну вот резервы хорошо да там и многие другие ну на практике мы трансформационной моделью пользовались а скажи пожалуйста насколько близка гармонизация вот когда на плане счетов в принципе локального учета да делают полное сближение но все на бухгалтерском плане счету и переоценка там и аренда по ФРС-16 там вот в принципе ну вопрос в том что сейчас уже стараемся максимально приблизиться к МСФО и компания старается вести ну по крайней мере на моей практике учет регламентированный приближать стандартам МСФО на самом деле тут понимаешь тут вот как группа тоже двигается да на самом деле если мы ну вот отдельный план счетов тут надо понимать что он всегда требует выверки да там сверки хозяйственных операций что у нас с тобой все от транслировать да то есть там в принципе вот если есть возможность сделать кармонизацию да там учетов вот и оставить какие-то понимаемые разницы то в принципе можно это сделать скажи пожалуйста а в каких практиках вот ну в каких моментах гармонизация наверное лучше будет да так скажем вот в принципе все положил на бухгалтерский план счетов дополнительной проверки показателей не требуется или все-таки финансовой службе удобно там отдельный план счетов международного учета иметь делаю в том что это тоже дополнительный объем работы но конечно но в некоторых ситуациях она бывает удобно вот опять-таки надо исходить от потребности финансовой службы да то есть что за финансовая служба какие они в общем то мне удобнее трансформационная отчетность и проводки едином плане скажи пожалуйста вот если команда которая приходит да на внедрение вот она эти вещи в принципе запрашивает да там управленческий план счетов да модели репортинговую да и разницы между бухгалтерским планом счетов и собственно ну так скажем перечень трансформационных корректировок они же должны быть в компании правильно то есть как бы если конечно должны быть и трансформационные таблицы с которыми надо познакомить тех людей которые будут внедрять это и план счетов естественно и план счетов да смотри то есть в принципе ну как бы в своих проектах вот поправь пожалуйста мы приходим к тому что ну первые как бы там две встречи там может быть три заказчиком это разговорные то есть там мы изучаем бизнес потребности иногда там возникает вот определенного рода недоумения зачем мы их спрашиваем это все но я стараюсь в принципе максимально спрашивать применительно к тому что нужно и можно делать конфигурации ну конечно нужно во первых понять как есть сейчас и во вторых к чему мы должны прийти далеко не всегда заказчик понимает почему он должен такой момент до что нужно сориентировать заказчика как его ситуации лучше поступить потому что там заказчик далеко не всегда знает на что ему лучше выйти каким образом вот допустим с той же трансформации когда знакомишься с ситуацией да вот когда принимаешь дела например да вот финансист приходит на работу вот он смотрит так вот в данной ситуации лучше поступить я так понимаю что стороны разработчика та же ситуация он смотрит и понимает текущую ситуацию и что с этой текущей ситуации делать дальше я думаю так ну дальше вы принимаете совместное решение как вы поступаете оптимально что можно сделать из того скажем так из того состояния отчетности которое вы видите какой диагноз поставить понимаешь как вот исходя в виде отчетность да не всегда можно поставить вот правильный диагноз да то есть там мы стараемся смотреть степень зрелости программного продукта да если компания там с экселя скажем переходит на ну вот cpm систему это достаточно ну вот болезненный сложный да то есть там допустим уже из семерки на ERP достаточно тяжело переходить потому что ну это уже разная линейка да там вот грубо говоря договор у них это документ ну вот семерки договор это документ да там в принципе многие автоматизаторы в принципе сталкиваются с тем что нет нужной детализации расчетов и в этом стопорятся поэтому в принципе вот этот гибридный подход понимаешь вот он имеет место на существование потому что мы получаем некий пивот мы работаем там как с эталонной базой так и с базой в принципе которая далеко до эталона и в принципе какую-то практику себе вырабатываем тут понимаешь как на самом деле ну вот чтобы я рекомендовала да очень часто люди разговаривают на разных языках да и вот завышают возможности там программного продукта поэтому если есть возможность там пройти какое-то предпроектное обучение да там понимать смысловую то есть мы начали да люди должны сначала понимать возможности программных продуктов для того чтобы понимать что они хотят получить на выход могут могут и хотят сейчас в принципе отрасли радует да то есть как бы многие группы со стороны заказчика проходят обучение от ССО да то есть там понимают отличают регистр сведений от регистра накопления это прекрасно потому что вот подготовленность клиентов растет мы очень стараемся после установочных там каких-то стратегических сессий да там в принципе приходить на этап прототипирования и на демонстрирование функционала то есть там показываем программный продукт вот допустим наша организационная единица она может быть в принципе там базовый консолидирующий или элиминирующий то есть вот мы все на одну организацию там заводим какой-то оборот который нужно элиминировать потом это идет автоматическое элиминирование так вот по каждому процессу ну смотри что пытаюсь сказать если есть возможность вот этот предпроект пройти полноценно да там в плане тех аудита да вот то что мы проговорили с тобой в плане написания ЧТЗ да там допустим ну разработки регламентов разработки регламентов да 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 то ни в коем случае такие моменты нельзя пропускать потому что понимаешь вот что плохо как бы никто не пойдет разрабатывать там комбайн КБ 200 без документации проектов репортинга бюджетирования без документации на самом деле очень много да то есть и потом когда люди задают вопрос почему машина не работает ну как бы потому что никто не знает как оно должно работать вот такого много то есть в принципе если какой-то вот такой вот этап предпроекта он пропускается это потом чревато на самом деле и команде которая внедряет и команде которая со стороны заказчика да там вот поэтому в принципе если вот наш так скажем топ и должен понимать ну вот я всегда стоп менеджментом веду какой диалог что вот эти вот базовые проектные вещи они пропускаться не должны ни в коем случае то есть если обследование тех аудит проходит то он проходит проходит полноценно с максимальной вовлеченностью команды да то есть как бы с той и с другой стороны пропустили это потом риск да очень важно движущая сила организованность команде что я могу сказать потому что бывает и саботаж бывает просто непонимание потребности поэтому тут еще важно организованная слаженная работа от заказчика потому что бывает что шеф сказал все автоматизировать и на этом все вот необходимо контроль по направлениям конечно команды при процессе автоматизации и полная вопреченностью службы скажи пожалуйста вот откуда возникает саботаж да то есть как бы вот исполнительский саботаж ну вот в принципе откуда он как ты понимаешь природа этого всего ну тут как минимум две причины ну во первых низкая степень информации информативности прошу прощения вот люди просто не понимают что система может и какие это благо принесет второй момент люди слишком хорошо понимают возможности системы понимают сколько ошибок вылезет и все что они увидят и как придется по-новому вести систему то есть тут еще вопрос перехода на новые стандарты люди которые привыкли вести регламентированный учет они с трудом принимают условия на работы по мсфо сложности в общем всякие разные сложности на самом деле на практике бывают переход на новую систему это всегда практически всегда дискомфорт и для тех кто хочет внедрение и и уж тем более для тех кто избегает и саботирует это для тех кто хочет внедрение они готовы перетерпеть приложить усилия для того чтобы потом работать в учетивной системе иметь адекватный учет и контроль саботаж естественно происходит наоборот ну понимаешь как ты все правильно говоришь как это можно снивелировать на самом деле ну в принципе саботаж исполнительским всегда будет в принципе что тут можно сделать повышение уровня информированности да то есть там принципе мы стараемся во всех своих проектах явно включать это прототипирование вот наши заказчики более-менее знаешь вот подготовленные ребята да там просят показать как это в системе будет то есть вот есть нигилизм определенного ну принципе формата что понимаешь вот эксели наработанные годами эксели да с макросами их никто не отменял то есть принципе ну как бы это и хорошо и плохо да там допустим уха умеет работать с произвольными запросами то есть в принципе в ухе есть бухгалтерия полноценные можно обращаться как данным вот этой непосредственной локальной базы так внешне информационной базе вот и в принципе в конструкторах отчетов писать произвольные запросы да на эксель позволяет делать однолапые проводки чего не позволит делать уха понимаешь да то есть как бы вот однолапые проводки без контроля то есть как бы это да то есть там это это имеет место быть и в excel это это тоже как один из моментов саботажа на практике проверены да поэтому ну со своей стороны понимаешь мы как это на команда внедрения вот очень косвенно может повлиять на предприятие что мы можем да но это про проанализировать excel да если какой-то сложный запрос там действительно наработанный там и имеет место жить вот запросы можно проработать произвольный запрос в принципе силами программистов можно написать но основные операнты там настраиваются все таки в пользовательском режиме более-менее произвольный характер имеют закрываются основные учетные вещи ну не знаю стараемся понимаешь основное конечно задача это подготовки это коммуникация то есть если модель проработана да там топ на позиции команда в проактивном диалоге то в принципе такие моменты они как-то сглаживаются вот если что-то из этих звеньев выпадает конечно тяжело приходится скажи пожалуйста наталья возможно вот есть корпоративные консолидационные пакеты вот очень часто да там коллеги дают ну вот как у меня на экране такого плана табличку да там команде автоматизаторов и говорят ну там же все понятно вот они ну они им действительно все понятно да нашим заказчикам они работают с этим достаточно продолжительный период а вот консультанты они видят это первый раз понимаешь то есть как бы вот такую штуку далее ее нужно автоматизировать вот как тут нам ну вот провести диалог да чтобы из вот этой excel и она нормально корректно комфортно там переложилось вот тут что можно сделать ну в таком формате как здесь ну это прежде всего диалог и прописание тезе и принятие тезе на что мы хотим получить на выходе потому что когда мы получаем акселерскую табличку это конечно нужно всегда понимание что мы хотим получить на выходе это один из самых частых кейсов внедрения вот ровно я тебе говорю я сейчас не утрирую дают табличку да то есть как бы говорят ребят вот это у нас есть автоматизируйте формулы форму они же прописаны и вот очень много проектов именно вот а такое разбивается коллеги то есть но в принципе что тут можно сделать да то есть вот этот вот иллюстрации репортингового консультационного пакета да нужно понимать прежде всего какой тип отчета да то есть тут ну как я такие стараюсь диалоги выстраивать я показываю основные бюджетные отчеты да там их немного да там балансовый лист отчеты финансовых результатов и ддс да вот я пытаюсь сразу когда я вижу что-то непонятное да там пытаюсь идентифицировать его да в какой группе отчетов это относится это у нас вообще там про кэш это у нас про баланс или это у нас про отчеты финансовых результатов вот если вот в принципе на это можно сразу смотреть есть там амортизации или нет если амортизации да если в принципе ну как бы понятно уже кому какого плана отсчет эта штука да то есть там уже можно дальше разбираться и делать конфигурационное наложение но вот эта штука она из пенель да то есть там принципе и кодировка из пенель вот тут уже понимаю что наверное там это статьи доходов и расходов что вот эти вот коды нужно куда-то там в принципе имплементировать в статье затрат но вот пытаюсь сказать что если какого-то диалога не будет да вот будет только вот вот мой excel сделайте мне такое же то в принципе но вот тоже коммуникация зайдет в тупик да то есть там в принципе когда команды просят покажите пожалуйста то есть как вы это сейчас собираете то вот тут как раз должно писаться техническое задание да там что какого класса это счет то есть там принципе какого рода это аналитика то есть интуитивные вещи понятно однозначно это должно быть что за все четко прописано потому что иначе ерунду на выходе пол а представь что это дело еще разрознено да там и по разным образом то есть тут принципе но вот где-то подготовительные очень часто этот вопрос задают сколько времени должен по усе да там по управлению холдингом занимать работы предпроектного обследования да то есть как бы ну вот если в как это вукомир да там ситуация не не определенная так скажем то от месяца до двух да пока там все всю инфраструктуру посмотрели пока с методологией разобрались вот с реальной да пока с практикой закрытия периода разобрались то есть там с нормализации вопросы решили ну вот где-то не от месяца до двух так скажу команду мотивировать да именно вот внутреннюю команду да там вот тебя и возможно какие-то ну принципе ты знаешь вот со стороны эти специалистов даже если не брать какую-то денежную мотивацию вот я по коллегам своим смотрю знаешь есть мотивация интересно сделать да то есть там вот есть у меня такая штука я разобрался да там я молодец очень много талантливой молодежи которые действительно интересно разобраться вот со стороны заказчика что происходит как сделать проект интересным что можно я думаю что дополнительная мотивация это дополнительное обучение когда людей которые заинтересованы что-то сделать отправляют на дополнительную учебу это должно мотивировать они понимают что стоимость их резюме растет когда они дополнительно обучаются и что-то умеют больше чем заполнять эксцельские таблики но это круто на самом деле понимаешь там полноценный программный продукт участие в проекте то есть ну в принципе это не пустой звук должны ну потому что иметь внутреннюю мотивацию очень хорошо когда тот топ который со стороны заказчика да то есть там вот на позиции вот эти вещи проговаривает что ребят мы идем в проект да не для того чтобы вас там сократить как-то обидеть по деньгам или снизить вашу значимость да то есть как бы у нас будет программный продукт который будет компании помогать и в принципе стоимости ваших резюме растет скажи пожалуйста вот про план счетов давай поговорим про план счетовым смотри то есть тут на экране да там в принципе вот эти вот аналитики да там в принципе чем хорош план счетовым ну вот понимаешь как можно и номенклатурную детализацию там делать контрагентами насколько это все оправдано да то есть там в принципе очень часто просят знаешь что там допустим детализацию по подразделениям внутри одной балансовой единицы ну вот подразделение это наши места возникновения затрат и вот протестить эту всю аналитику на все на всю как бы сквозно сделать а скажи пожалуйста вот насколько часто кейсы когда это оправдано тоже выручку то есть вот что скажешь оправдано дело в том что на самом деле цифру делятся и горизонтально и вертикально то есть они бывают разделение на цифру принятие бюджета контроль по казначейству может быть как по активам так и по линейке например по всем продажникам например по всем кадрам по холдинга по всем активам холдинга то есть срезы должны быть разные и аналитика должна быть разная то есть принципе такая градация вполне оправдана сквозная я тоже сама пыталась к этому прийти много понимаешь вот смотри допустим зашла к нам выручка да там обычное платежное поручение это на 36 тысяч долларов это нужно ну вот в принципе опять же тому топу да там одна тому же си фио объяснять каждому из казначею чтобы мы задали достаточно жесткую детализацию учета да там по по мвз их там не знаю вот теперь нужно амортизацию поделить науки там коэффициентом пропорционально чему-то выручку поделить зашли деньги да то есть как бы мы должны ее разделить по подразделениям на основании чего-то то есть как бы это уже инструмент забора факта вот казначей говорят мы не знаем нам пришел платеж да то есть как бы скажи спасибо сопоставили с заказом вот такой вопрос немножко дискуссионный запланировать то есть когда вот говорим о плане счетов возможно там от 4 до 6 аналитик супер запланировать можем в другом в любых разрезах контроль факта и системы в принципе сбора этого факта вот если мы в принципе допустим но на необоротных активах окей там по коэффициенту разделим по выручке то есть насколько мы можем при поступке реальном поступлении платежей платежей наш да то есть как бы на уровне холдинговой структуры сопоставить это с конкретными ну вот мвз цифру да и структура мвз цифру иногда может не совпадать ну смотри если цифру ведет свою хозяйственную деятельность самостоятельно и ты потом делаешь консолидацию на уровне холдинга не возникает таких проблем как разделение то есть у нас одно юрлицо ведет свою хозяйственную деятельность раскидывает свою отчетность по счетам мсфо на уровне консолидации ты уже видишь на какие статьи что упал то есть принципе но не так и не страшно да то есть там с конце она не страшно но очень полезно дело в том что да когда холдинг принимают бюджет и потом сравнивает план факт вот как раз да то вот особенно то что касается накладных затрат до принимается достаточно если жесткий бюджет и необходим контроль по всем допустим кадрам нельзя выплатить премию там и если бюджет уже не позволяет этого сделать и мы не должны давать возможность формировать заявки ну там ну просто сам еще петельный вопрос насчет там премии выплаты зарплат да то есть на самом деле это срез на любом уровне поэтому для контроля по холдингу мы очень полезно для нас видеть вот как раз средства на счету хочу последний такой а предберем определенный код вот такой совершенно жизненный пример что вот по такому-то коду у меня превышение вот это при том что каждый объект ведется на хозяйственную деятельность и я суммарно вижу что у меня ну это мы уже взяли кадры идем дальше по кадрам по кадрам допустим превышение ну и анализирую по каждому коду это очень полезная история ясно ясно скажи пожалуйста еще вот такой наверное будет у меня последний вопрос да там философский вот насколько бизнес потребности насколько вот скажем функционал должен адаптироваться под предприятие и предприятие да там компания адаптироваться под функционал приходим мы в холдинг да и у нас есть тобой система централизованного казначейства есть заявки да то есть есть механизмы заявок да централизованное казначейство точно так же как и система бюджетирования тоже может быть двух видов опять таки тоже зависит от степени контроля то есть это могут централизованное казначейство могут платить только в центральном офисе и центральный офис выполняет функцию казначейство и точно так же может быть казначей на каждом активе выполнять свою роль а главном офису функция контроля даже опосредованно может принадлежать может просто стекаться информация могут на каком-то уровне после какой-то суммы быть контроль согласования платежей то есть опять таки сталкивалась с разными системами ну и то и другое казначейство централизовано как по-моему говорил еще такой вопрос и к чему мы хотим прийти то есть может быть нас система не устраивает существующая ну смотри вот допустим есть сквозной механизм допустим вот по практике там ну немного не ухи ERP да заказ вводом на основании заявка да на расходование денежных средств вводом на основании платежка вот эту заявку ее можно согласовывать да то есть как бы есть у нас с тобой матрица согласования да и в принципе заявку можно согласовывать на заявку по статье ДДС можно устанавливать лимиты вот если на этапе внедрения да как бы самые частые кейсы это отключите мне лимиты на заявках вот как зрелость повышается там и программного продукта да там и ну компании которая внедряет нужно же развиваться в эту сторону там выводить лимиты да там выводить эту матрицу согласования то есть как бы вот в принципе это же один из ключевых элементов управляемости конечно вообще заявка на оплату не должна попадать в систему если уже превышен лимит суммы бюджете ну в принципе а вот по твоей практике если компания да там допустим хоудинг не имеет лимита в разрезе статей затрат там статьи ДДС вернее вот сколько в принципе реально там ну в обозримом каком-то будущем ну допустим стартует проект нету предприятия не матрицы согласования там не скажем лимитом по статьям ДДС вот насколько в принципе тяжело сделать да там ну чтобы мы временные рамки там понимали месяц два то есть как бы статистику как-то посмотреть это вопрос внедрения бюджетирования ну и я себе с трудом представляю холдинг который не имеет вообще бюджетирования то есть скорее всего в каком-то виде бюджет существует то есть если существует бюджет как минимум ДДС и ПНЛ то есть начисление то внедрение достаточно быстро можно провести потому что бюджет это те же лимиты по-хорошему не вижу принципиальной разницы то есть если принят бюджет по какой-то статье то проводим лимитирование просто называем это другими словами и отображаем это в системе а не в эксене ну я тебя понял то есть если в принципе лимиты заданы да там на уровне наверное АБДР да то в принципе тиражировать это уже на БДДС можно и достаточно легко ну как минимум ДДС вот как раз есть всегда то есть ну в каком-то виде да там допустим если это начинающий холдинг как я смеюсь да то есть на небольшая компания то все равно какое-то движение денег руководитель хочет видеть хотя бы там на небольшую перспективу да там краткосрочные там среднесрочные но какой-то бюджет все равно в компании есть хоть на коленке но он есть и лимиты взять есть ну в принципе ты понимаешь я спрашиваю потому что один из самых часто встречаемых вопросов отключите под систему лимитирования да и не включайте да и не включайте потому что у нас нету и не будет да там не заявочные компании вот нормальные полноценные согласования да там не лимитирование поэтому в принципе но это странный подход потому что на самом деле можно сделать скользящий график перенесение остатков на следующий период если лимиты не использованы и это очень хорошо дисциплинирует и контролирует расходы потому что ну в течение периода можно просто не обратить внимание на перерасход если нет контроля лимита а так оно у тебя будет светиться красным заявки не будут проходить и на это уже точно все обратят внимание что у нас перерасход да вот понимаешь на вот на этом этапе да вот тут мы пришли к тому что понимаешь как команда внедрения может рекомендовать да то есть там мы можем рекомендовать best practice мы можем рассказывать статистику отрасли мы не можем ставить финальную точку вот именно топ который на позиции который курирует свой процесс он должен как раз ставить вот финальную точку да то есть какой у нас план счетов какая у нас модель какие системы подсистемы по очередности запускаются в принципе что мы делаем со спорными вопросами и вот такие моменты закрывать да потому что в принципе если внедрение идет достаточно хаотично да там допустим вот ну как бы без единого так скажем влияния корпцентр то такой вопрос запросто могут прозябать то есть команде внедрения скажут отключите подсистему лимитирования ее и не включат вот поэтому тут важно понимать какой функционал запускать вот с какой очередностью ну это тоже вот получается скажем так и не то что перекладывание ответственности да за результат это тоже надо объяснять и доносить насколько эта функция важна то есть это тоже часть работы с заказчиком думаю так немногие спорят один из преподавателей нашего ЦСО он как-то сказал так вот такую вещь что когда консультант становится спорить ну становится находит в себе силы внимание спорить с заказчиком да он перестает быть консультантом он становится методологом мало меня интересует ваш политез я в принципе выше этого всего да там я доношу это онлайн процесс очень мало кто я тебе серьезно говорю но это идет потому что это нужно выйти самому из зоны комфорта вытащить там как бы специалистов с той стороны из зоны комфорта сказать ребят вы сейчас не ведете там допустим нормальный бюджетный процесс но это вред вашей компании не сделайте нормальную настройку с внешними информационными базами там прозяпаете в принципе те прогонки которые будут активы делать ну на самом деле мало кто на это решается то есть как бы тут риски скандалов поэтому понимаешь нормальная коммуникация с руководством и в принципе с командой с той стороны она дорогого стоит то есть тут надо иметь комфорт чтобы вот эти вещи сказать и донести чтобы кто-то услышал и оценил да чтобы они пришли в подготовленную почву может какие-то вопросы к нам есть там аудиторию послушаем коллеги есть вообще вопросы скажите пожалуйста по этой теме может их обсудим сейчас посмотрю есть ли у нас вопросы так в чате вопросов нет у нас можно обсудить в принципе раннее закрытие то есть в принципе автоматизировано в ухе да то есть там в принципе отражение операции по методу начисления закрытия периода да то есть на самом деле то что касается мсфу в ухе неплохо да то есть там провели серьезную методологическую работу с эрнестин янг то есть аудитори это тоже смотрели да вот и не автоматизировали ну вот по запасам да то есть как бы фактической оборачиваемости по партиям это нет да то есть тут в ухе это и нормативная оборачиваемость вот а как реализован учет операции без подтверждающих документов вот вот это как раз учет по раннему закрытию смотри что происходит значит есть если первичный но вот как в жизни это реализовано значит есть некий документ да там грубо говоря бухгалтерская справка ну я сейчас расскажу в принципе практику потом системную реализацию конфигурационную на уровне бухгалтерской справки да по показаниям там счетчиком либо километражу когда мы понимаем в принципе фактические показатели да там и расценку составляется бухгалтерская справка то есть там в принципе вот такой вот документ такого плана в следующем периоде приходят реальные бухгалтерские документы для того чтобы закрыть период вовремя мы отражаем операции по начислению а в следующем периоде вот смотри ухо позволяет что делать на самом деле сопоставление план факт операции вот есть операции по начислению если произошел ну вот разрыв по периоду он часто происходит идет сопоставление с реальным первичным документом он идет по контрагенту он идет по номенклатуре и он идет по сумме документа очень полезная функция очень на самом деле даже без ерничения в том плане что не если совершенно серьезно потому что должно быть сопоставление того что мы начислили в предыдущем периоде да значит как бы ну вот в локальных бухгалтериях какую я еще да там конфигурационную реализацию видела да на самом деле можно делать операцию по МСФО на отдельном счете потом вводом на основании приходный документ поскольку она ну в принципе система большая и масштабная она позволяет сопоставить именно вот начисление отдельно поступление отдельно мейпинг делаем по сумме по контрагенту да то есть как бы вот сопоставляем период закрываем достаточно безболезненно да там в сроке порта центра и в следующем периоде выполняем сопоставление вот так реализуем так а что у нас получается у нас должно позволяться еще двойное закрытие да то по регламентированному учету и по МСФО ты знаешь у нас есть там в принципе закрытие в ухе расчет себестоимости в ухе вот смотри немножко вот эти если будет дельта да то дельта отбалансируется следующим открытым периодом вот если полное сопоставление ну в принципе кредит отразит да там приведет счета по МСФО снимет на основной счет взаиморасчеток положит вот эти вещи сделает вот эту дельту если идет какое-то отклонение по сумме операций по начислению по МСФО и фактическая сумма взаиморасчетов вот это будет отнесено в принципе в следующем открытом периоде то есть небольшая погрешность ну понимаешь что при консолидации как правило предприятия там плеча погрешности дают там те небольшие суммы которые в расхождение пойдут наверное не будут так релевантны но мы на самом деле всегда порог существенности запрашиваем какая ошибка материальности какой порог существенности то есть вот эти вещи стараемся спрашивать так а по сверки внутригрупповых операций там каждый с каждым режим и вообще какая степень детализации сверки какая степень детализации сверки сейчас отвечу так сейчас одну минуту она произвольная настраиваемая или она жестко фиксированная смотри в принципе да что-то жестко настраиваемое да там и на коде вбить гвоздями это вообще плохая практика да то есть как бы все гибко регулируемое то есть в принципе в управлении хоудингом да есть такая штука которая называется портал внутригрупповой сверки вот в принципе чем хорош этот самый портал ну вот отчет вот он вот такой вот у нас с тобой да то есть как бы сверки в хоу то есть там в принципе видим наши компании видим как бы сумму одного и второго контрагента там расхождение в принципе а вот сверка каждого с каждым да чем в принципе портал хороший он позволяет понимаешь как бы представителю хэд офиса да вот корпцентра делать принудительное урегулирование ну допустим видим вот такую картину да там допустим разошлось у нас на пятьсот тысячел да там на некие взаиморасчеты вот допустим ты как представитель хэд офиса можешь это дело принудительно урегулировать по продавцу да то есть как бы ну вот мы принимаем там позицию продавца урегулируем по продавцу принудительно и тут авторский след то есть как бы если при проведении внутригрупповой сверки ставим в принципе что урегулировал я с такими-то правами по такой-то причине вот это в принципе ну как бы авторизацию этого всего можно найти то есть там конечная как бы ну вот права на урегулирование у специалиста хэд офиса и авторизируем вот эти моменты так вот выглядит портал внутригрупповой сверки скажи мне пожалуйста а вот мы же все равно не уйдем от ручных корректировок это трансформационная таблица есть смотри мы не уйдем от ручных корректировок но мы будем понимать их природу то есть в принципе ну вот настройки да то есть там виды отчета вот в принципе операнды которые настраиваются вот корректировку записи регистров конечно никто не отменял но тут нужно понимать кто и в какой период это будет делать то есть там в принципе в линейках в принципе систем предыдущих классов да там были моменты когда ты цепляешь документы он автоматически в принципе там вытягивает все виды движения вот сейчас от такого уходят да то есть там в принципе каким-то ручным корректировкам мы с этим всем пытаемся вернуться поэтому тут ну такой совет да там в принципе если есть возможность корректировку записи регистров делать силами специалистов методологии либо IT-службы то есть там лучше это делать потому что бухгалтер допустим специалист или финансист вот он самый частый кейс они покорректировали проводки считают что они молодцы все хорошо да там регистров по закрытию в принципе той же себестоимости и вот у нас начинаются траблы при расчете себестоимости закрытия периода поэтому если есть возможность ну в принципе не делать срочных операций то лучше не делать если они делаются да то есть как бы хорошенечко понимать их в природу да то есть там как правило это отсутствие возможности там системные вот в документе и тут нужно понимать что дорабатывать допустим корректировку услуг но это тоже надо в проекте обсуждать понимаешь какого типа операции нам не хватает да там вот из последних кейсов там расходы будущих периодов корректировки да там корректировка услуг странировка в общем правильный путь выявить потребность написать сделать через ну как бы там или провайдера или внутренних айтишников плохой путь покорректировать только проводки да там оставить резистор сейчас проверю корректировки ожидаемого налогового кредита налоговых обязательств посмотри корректировки налогового кредита обязательств это штатные документы конфигурации да изменение параметров сроков полезного использования нематериальных активов основных средств это документы да и в принципе понимаешь как бы перед тем чем корректировать нужно посмотреть какие штатные лучше да там допустим посмотреть какие штатные документы в конфигурации есть вообще для корректировок правильная тема это когда вот знаешь дальше всех наверное продвинулись не оборотными активами там сроки меняются там перемещается этот объект и вот это давно решили да то есть как бы самостоятельный документ который стоимость поменял срок поменял подразделение поменял да там вот вот по такому же ну как бы правил да там способу должно ходить и все остальное то есть в принципе если корректировочная операция не разовая ну наверное надо ее автоматизировать не подходит ну то же самое да с переоценкой запасы смотри с переоценкой запасов да тут нужно проводить сейчас на минуту пожалуйста так вот с этой переоценкой смотри что есть в ухе и в отрасли да так вот пафосно скажем в ухе есть два метода называются они на проведении энергетестом что это такое грубо говоря есть ну в принципе наши запасы лежат они на складе без движения и мы где-то себе чистую стоимость реализации да понимаем по неким открытым источникам системе фиксируем система делает движение вот если нет у нас сложности получить чистую стоимость реализации окей чего в ухе нету в ухе нету резерва обесценения запасов по фактической оборачиваемости это что такое это лежит партия на складе не двигается и мы уже исследуем этот резерв по движениям конкретных партий отдельные кейсы методологические это когда учет запасов посредний и коллеги хотят резервы считать вот это конечно плохо потому что надо будет перерабатывать всю систему партионного списания но вот это вот подход к фактической оборачиваемости ухе умеет НРВ тестирование вот и нормативную оборачиваемость то есть норматив зафиксировать посмотреть если нужна фактическая оборачиваемость это доработка я поняла давай еще знаешь о чем поговорим списание затрат будущих периодов стандартные тоже инструменты стандартная штука знаешь с чем столкнулись вот списание РБП ты знаешь вот в принципе то есть это даже не вопрос ухи это вопрос ERP систем вот сказала бы так что ERP системы пытаются сделать все концом периода а бухгалтера очень сильно привыкают к оперативному движению и вот тут идет десонанс значит РБП расходы будущих периодов начисляются как правило ежемесячно то есть там подписки на все лицензии во многих допустим в ERP системе реализовано на весь срок РБП вперед бросить вот так очень часто люди просят дорабатывать потому что к месячному закрытию привыкли РБП по ходу может корректироваться может изменяться сумма и вот с таким вот распределением на весь жизненный цикл вперед не совсем согласны то есть тут в принципе это тоже момент который мы дописываем коллега мой один из консультантов говорит хотели облегчить жизнь по факту не всегда правильно понимаешь вот бухгалтерия и финансовая служба к таким вот проводкам вот туда вот в перспективу то есть как бы вот тут прям мне очень не привыкли я бы так сказала ну решаемый момент то есть в принципе оперативная переоценка дебиторки кредиторки там допустим бухгалтерских конфигурациях по платежному поручению в конфигурациях в принципе ERP уровня это в принципе регламентная процедура тоже вопросы задают ну видишь тут практика конкретного предприятия практика закрытия так скажем так знаешь о чем мы еще не поговорили об управлении закупками и продажами смотри если нужно управление закупками и продажами да то это это ближе к ERP системам управление холдингом это бухгалтерия да плюс это централизованные инсидии управление рисками под системой бюджетирования полноценное и международный учет в принципе с этими всеми нашими хорошо меня это интересует в таком ключе может быть я перезадам вопрос централизованные закупки и децентрализованные закупки централизованные закупки в смысле снижения затрат закупки по холдингу когда нам нужно на несколько активов купить однородные запасы допустим материалы Юлина тема сейчас Юлю спросим Юль готовы прокомментировать по закупкам на конфигурации либо ERP либо ВЕ добрый день тут не совсем чуть-чуть поняла вопрос еще раз вопрос централизованных закупках для холдинга контроль запасов на активах и закупки для снижения затрат централизованной и заявку пусть какую-то посмотреть заказ на закупку план закупок что я хочу делать план закупки и контролировать запасы на активах ну тут больше да про ERP системы да это тема не ухи точно это планировщик в принципе план закупок это больше в тему в принципе конфигурации ERP ну ну весь момент да весь блок обеспечения материалами контроль холдинга это тоже ERP система ERP система скажи пожалуйста вот по факту да там план закупок а как такой план формируется да на предприятии на самом деле то есть там допустим это статистика потребления прошлых периодов да потому что ну вот в ERP там планировщик если это производство утверждается план производства исходя из плана производства возникают потребности в материалах если мы допустим о материалах да говорим и составляется график закупок исходя уже из графика потребностей да то есть у нас есть план производства под производством мы обеспечиваем материалы какие-то вопрос в чем значит если производство и однородные активы то вполне может быть что у нас на одном из предприятий есть запасы с чем я вот допустим сталкивалась да вот в агрохолдинге допустим есть удобрения в одной агрокомпании и нет в другой мы вместо того чтобы просто сделать перемещение из одной агрокомпании в другую мы закупаем по новым ценам да то есть все бегают в мыле вынимают деньги из оборота и закупают те удобрения которые на самом деле дело холдинга имеется вот меня вопрос этот интересует во вторых опять таки если мы делаем централизованные закупки на несколько компаний сразу однородных удобрений однородного продукта там неважно сигнал еще чего-то мы существенно снижаем затраты на объем поэтому меня вот с точки зрения холдинга это интересует ну смотри я прокомментирую кратко в принципе тема не моя что умеет ERP конфигурация в этом плане ну если в принципе смотри если увидеть да там более-менее действительно это разные базы допустим как ты озвучила да кто там были удобрения у одной компании есть и не используется а другая компания нуждается на вчера нуждается на вчера и не закупили ну тут как бы оперативные меры это инвентаризация это понятно да там без нас в принципе на консолидации вот если у нас будет с тобой консолидированная оборотно-сальдовая по запасам да то есть как бы там и по типам запасам в номенклатуре да то есть как бы когда ко мне в уху приходят оборотно-сальдовая по счету учета запаса да там с аналитикой по ЗЗР да по вот этим вот по удобрениям то есть я уже вижу я вижу организацию склад да там тип номенклатуры то есть как бы я вот тут вот отслежу что у одних есть у других нет да то есть как бы на уровне консолидации запасов я увижу а ERP система чем она нам поможет там есть функционал пополнения да то есть как бы резервные потребности то есть там есть в принципе оборотка мин-макс смотри среднюю статистику потребления можно смотреть и она подсказывает в зависимости от стратегии пополнения склада когда лучше это сделать да то есть там вплоть до того что заказ поставщику сама генерит то есть там допустим если это какой-то ну вот пополнить склад и когда остается критичный запас да допустим вот у меня по этим удобрениям осталось как бы говоря пять килограмм на складе система тебе предложит сформировать такой заказ на при достижении ну вот нижнего уровня предела существенности да там допустим вот да вот между прочим это был вот хороший функционал когда заводишь пару существенности и получаешь предупреждения да вот минимальное максимальное значение вот это вот статистика потребления да там расходование вот этих вот запасов если она есть компания да то есть там можно по статистике планировать и она позволяет вот ну в принципе это группы централизованных закупок да там генерить заказ поставщикам при достижении вот таких вот пороговых значений ну а консолидация вот в ухе что предложит она предложит агрегированную оборотно-сальдовую ведомость либо отчет другого плана да который мы с тобой разработаем и по номенклатурной детализации то есть мы с тобой будем видеть организацию мы с тобой будем видеть что-то что-то запасов и тип запасов и таким образом можем отследить что у одних есть других нет ну тоже как говорила ну вот то из того что можно в принципе предложить там да хорошо ты знаешь есть комбинированные продукты называются они ерпуг да то есть это как раз комбинация ерпи сухой то есть как бы и не самая редкая практика внедрения когда ставят консолидатора вот этого пучка нашего о котором ну сегодня говорили да много с тобой вот в принципе и полноценную ерпи для вот такого вот такого потребности как обсудили так ну вопросов в чате коллеги не вижу в принципе время наше наверное закончилось если есть вопросы пишите Ирина будет рада нам их переслать в принципе надеемся что сегодняшний разговор будет полезен ждем вас на наших вебинарах всем спасибо спасибо большое спасибо коллеги и